Здравствуйте! В эфире программа «Молния» в студии Ольга Илларионова. В канун Старого Нового Года Владимир Жириновский посетил приют для бездомных собак «Красная сосна» в Москве. Лидер ЛДПР пожелал волонтерам приютам счастья и благополучия, а животным обрести любящих хозяев. В Москве сегодня насчитывается 13 приютов для животных. В приюте «Красная сосна», который расположен на северо-востоке столицы, содержится 450 собак. Это животные, оставленные своими хозяевами на улице, потерянные ими или просто бездомные. Волонтерам приюта ежегодно удается пристраивать хорошие руки и спасать от смерти десятки собак. Лидер ЛДПР привез 400 банок собачьего корма для животных и поблагодарил волонтеров за их деятельность. Канун Старого Нового Года, Года собаки, лидер ЛДПР напомнил, что люди не должны быть равнодушными к животным. Стоит отметить, что фракция ЛДПР на протяжении многих лет работает над законом об ответственном содержании животных. А на канале ЛДПР-ТВ мы не раз поднимали данную тему и приглашали в студию зоозащитников. Подробности из приюта для бездомных животных смотрите далее. ЛДПР-ТВ Лежать! 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 Держать? Молодец! 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 Вот и все. Вот и все. Молодец! 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 Затем? Так и катали. Разбирайте ваши собаки. Все. Забирайте собак. Мы идем кормить. Тогда надо. Подойдите. Давайте аккуратненько. А так они с углом не идут, не охотнят. И мне штук. Вы сам такой бешёвый. Спасибо. Это специально собачье, да? Да. Вы нам дарили консервы. Приготовить. Раз сюда только. Держи. Держи. Конечно. Поставим. Эй! Иди Маркус! Маркус! Вот смотри. Вот тебе. Тебе даю, даю. Ешь. 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 Еди чёрный. Год собаки. Иди. Иди ко мне. Без этой. Без этой. Вот сюда смотри. Вот сюда смотри. Вот сюда. Вот ешь. Дядя добрый. Дядя добрый. Разник. День собаки. Год собаки. Год собаки. А вот сегодня мы обижались. Ну где она? Иди, иди. Иди, малышка. Иди, иди. Год собаки. И старый Новый год. Саша. Саша. Встали и пошли. Встали. Встали. И пошли. Не торопись. Не торопись. Не торопись. Молодец. 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 Следующий. Встали. Вот на северный, северо-восточный обруг три приюта для собак. Да. А в целом по Москве 13 приютов. И примерно 20 тысяч собак. Находится. Да. Да, да, да. Вот мы сюда приехали, в северо-восток столицы, три приюта. Вот. А вообще по Москве несколько приютов и содержится 20 тысяч собак. И конечно задача, чтобы животные не остались на улице, чтобы они не одичали, чтобы они ни на кого не нападали. Хорошо, чтобы было побольше приютов. То есть собака сопровождает человека везде. Особенно на севере. Да и в домах везде есть. И на селе везде. И на севере. И все с ними играют. И они любят человека. И пусть человек тоже любит. Питания хватит. Любви хватит. Заботы хватит. Главное не быть равнодушными. Если уж кто дома держал и надоело, надо позвонить в приют. Дать объявление. Кто-то придет, заберет. Но не выбрасывать на улицу. Но не выбрасывать. Двое учащихся в масках сегодня совершили нападение на школьников в Перми. Число пострадавших в результате инцидента в школе номер 127 возросло до 15 человек. Об этом сообщили в мэрии города. Нападавшие были вооружены ножами. Как говорят очевидцы, преступники целились нанести удары в область шеи. Злоумышленники задержаны. Сейчас школа отцеплена. Закрыт весь подход к учебному заведению. На территории находятся несколько машин МВД, следственного комитета, а также МЧС. За территорией школы около 100 человек. Это родственники, очевидцы, сами школьники и журналисты. На месте работают медики. Всем оказывается необходимая помощь. Создан оперативный штаб. Его возглавил губернатор Максим Решетников. Следственное управление СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». КНДР и Южная Корея начали подготовительную встречу на рабочем уровне. Переговоры проходят в демилитаризованной зоне между двумя государствами. Главная тема – участие северокорейских артистов в Олимпийских играх в Пьенчхане. Стороны обсудят детали их транспортировки и размещения в Южной Корее. Ранее Сеул заявил о готовности обеспечить делегацию КНДР необходимой поддержкой, а на прошлой неделе прошли переговоры высокопоставленных чиновников двух стран. Это первый диалог с севера и юга с 2015 года. Сообщается, что первый раунд подготовительных переговоров будет сосредоточен не на участии в играх спортсменов КНДР, а на выступлении музыкального коллектива. В пресс-подходе в пятницу Владимир Жириновский говорил о СМИ на агентах и прокомментировал заявление Трампа в отношении КНДР. Предлагаю вашему вниманию отрывок его выступления. Сегодня мы будем принимать поправки в закон СМИ как иностранный агент. Мы знаем отрицательные отношения в некоторой части общественности. Мы, возможно, не будем голосовать, но в плане безопасности, которая необходима нам, чтобы не запудрили мозги нашим избирателям, конечно, какие-то меры должны быть приняты, чтобы иностранцы не могли влиять ни во время выборов, ни в целом на нашу страну. Потому что мы прекрасно знаем, как они агитировали за поражение русского правительства в русско-японской войне, как они создавали панику, чтобы все вклады побежали брать. Мы знаем, как они чеченскую войну описывали, что там чуть ли не герои, а русские солдаты там, мародеры. Это все мы знаем. Это наша пресса. Но она получала деньги из-за рубежа. Поэтому здесь мы... Многих газет нет. Как только рухнуло все у них, позакрывались многие газеты. А Навальный еще раз подтвердил. Когда я говорю, что он агент чужой страны, нет-нет-нет, докажите. Ну вот доказательства. Только за него хлопочет и Брюссель, и Вашингтон. Ну, они Явлинского поддерживали, списали Гриша, устарел. Немцова поддерживали, он ушел из жизни. Рыжкова поддерживали, слабый. Сейчас Навальный. Навальный не сможет, Гудков на подходе. Гудков не сможет, Яшин. Ну, вот сюда у них есть свой агент на ближайшие 5-10 лет. И они это в открытую делают. Говорят, Трамп согласился, что у него, так сказать, хорошие отношения с лидером КНДР. Ну, мы всегда говорили, чем жестче отношения с какой-то страной, которая вам угрожает, тем быстрее вы помиритесь, быстрее налаятесь отношения. А когда сопли распускаете, расшаркиваетесь, как половая тряпка, а вас будут ноги вытирать. Вот он, маленькая страна, занял жесткую позицию. Все. Все. И сам решает вопросы. Они, конечно, когда-нибудь объединятся. И будут великие достижения. Единая будет страна. И никто вмешиваться не должен в жизнь Кореи. И наши депутаты внести свой вклад в ускорение дружбы между севером и югом. Они выезжали туда в октябре. Мы хотели еще в мае поехать. Больше делегации. Так МИД нам препятствовал. Наш МИД мешал нам повлиять на ускорение процесса мирного регулирования в КНДР. А сейчас это происходит. И мы говорим, вот молодец Ким Чен Ир. Так это мы делали. И я вылетал туда. Когда еще Ким Чен Ир был жив. Его отец. То есть с опозданием все делаем. Власти Гавайев внесли изменения в инструкцию по оповещению жителей штата о чрезвычайной ситуации. Губернатор Гавайев принес извинения за разосланное жителям этого штата ложное оповещение о приближающейся баллистической ракете. И пообещал предпринять меры с тем, чтобы подобный инцидент не повторился вновь. Об этом он заявил в субботу, выступая в гавайской столице Гонолулу. Подтвердилось, что ошибка стала следствием человеческого фактора. По его словам, во время передачи дежурной смены сотрудник службы чрезвычайных ситуаций по ошибке нажал не на ту кнопку на своем компьютере. В результате чего ложное сообщение было отправлено на мобильные телефоны жителей штата, а также на местные радиостанции и телеканалы. Это привело к панике среди местных жителей. Лишь спустя почти 40 минут власти объявили, что речь идет о ложной тревоге. Международную повестку дня обсудим с экспертом сегодня в студии Евгений Моисеевич Бень, политолог, публицист. Евгений Моисеевич, добрый день. Доброго дня. Сегодня стартовала большая пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам 2017 года. Это касается темы отношения России с США, НАТО и ЕС, также Украина и Сирия. С каким итогом мы подошли в новый 2018 год, на Ваш взгляд? Ну, прошлый год был ведь очень такой турбулентный год. И противоречия также напряженно проявлялись по всему спектру. И в связи с Россией, и по поводу отношений России с Соединенными Штатами Америки, с Евросоюзом, как и в предыдущие 2-3 года, начиная с 2014 года, начиная с Крыма все время одна и та же ситуация. Давайте, может быть, начнем с того, что обозначим главное. Да, конечно. Там, где Россия набирает очки. А, безусловно, Россия набирает очки именно на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке, в Сирии, действительно, можно сказать, что ИГИЛ повержен, он уже капитулировал. И даже то сопротивление, которое оказывает официальному Дамаску в Сирии оппозиционные силы, это уже не ИГИЛ, это другие террористы, но, может быть, тем сложнее им противостоять, потому что эти другие террористы достаточно откровенно поддерживаются Соединенными Штатами Америки. ИГИЛ-то уже американцы не могли откровенно поддержать. Настолько циничны они не были, чтобы публично поддерживать ИГИЛ. С учетом, что антигиловская коалиция существовала еще до операции российских ВКС. Вот это главное. Россия набирает очки на Ближнем Востоке. Ближний Восток – это нефть, это газ. Ближний Восток – это тот регион, где американцы совершенно дезавуировали свой внешнеполитический курс, где они показали свою дееспособность и невозможность управлять ситуацией. И как раз именно здесь теперь центр тяжести, тот центр тяжести, который переместился в сторону России. Здесь Россия демонстрирует свою силу и в военно-стратегическом плане. И надеемся в политическом плане. Почему надеемся? Потому что должна состояться встреча в Сочи, межсирийские переговоры. И если до конца января ситуация в Сирии будет столь же относительной и достаточно позитивной, как сейчас, то тогда можно надеяться, что в межсирийских переговорах официальный Дамаск будет выступать с уверенной позицией. Евгений Моисеевич, мы с вами продолжим беседу сразу после короткой рекламы. Мы продолжаем прямой эфир. Я напоминаю, сегодня в студии Евгений Моисеевич Бень, политолог, публицист. Евгений Моисеевич, продолжаем анализировать итоги 2017 года. Обозначили Сирию. Что бы вы сказали по Украине? Очевидно, что ситуация на Украине в прошедшем году стала еще более сложной, поскольку кредиты растут, долги растут. Непонятно, куда уходят все эти средства, которые пришли из Международного валютного фонда. США оказывает помощь в плане вооружения. Канада систематическая. Понятно, что ситуация напоминает в самом худшем виде ту, которая у нас была в начале 90-х годов. И очевидно, что следующий 2018 год, ведь он предвыборный, противорит еще более обостряться. И та грызня, которая идет между Порошенко и Саакашвили, она не случайна. Понятно, что у Порошенко рейтинг совершенно минимальный. И Запад, и Соединенные Штаты ищут пути, чтобы найти альтернативу Порошенко, за которую, может быть, проголосовали бы. Но маховик маразма вообще на Украине как раскручивается, так и будет раскручиваться. Вот совершенно абсурдное заявление украинских историков, буквально сделанное несколько дней назад, о том, что якобы Украина была оккупирована СССР. И понятно, что оно абсолютно безрассудно. И с учетом того, и Донбасса, который, собственно, был отдан Украине, и других властей Востока Украины, которые после 2017 года были подарены Украине советской властью, с учетом того, что Крым был просто нелегитимным, без решения Верховного Совета отдали Украине Грущев в 1954 году. Но я еще скажу такой момент, который как-то упускается. Брежневские времена. Брежнев, генеральный КПСС, выходец с Украины. Члены политбюро. Щербицкий, Тихонов, Подгорный, Шелест. Представители КГБ. Семичастный, Федорчук, Чебриков. Это все прибрежные выходцы с Украины. А результат всего этого, между прочим, известен. Результат застойного периода – это то разрушение советской системы, которые мы наблюдали уже во второй половине 80-х годов и позже. И вот, пожалуйста, мы не будем, в отличие от украинских историков, утверждать, что Россия или Москва была оккупирована Украиной. Мы до этого уровня не опустимся. Но, по крайней мере, то, о чем мы говорим, ведь это такие четкие и весомые аргументы в сторону того, что проартикулированное сейчас на Украине по поводу оккупации Украины Советским Союзом – просто откровенный бред. А есть ли какая-то вообще реакция у граждан, у самих украинцев? Все-таки… Ну, может быть, молодежь, конечно, они слышат какую-то информацию, запоминают и дальше с ней идут. А что касается уже людей в зрелом возрасте? Знаете, я не зря вспомнил начало 90-х годов, и такое впечатление, что вот эта информация по поводу российско-украинских отношений с Украиной во время Советского Союза, отношения с центральной советской властью, что это действительно отходит там на второй план, а на первом плане вот эта свара, эти жесткие противоречия, это бесконечная болтанка, бесконечное выяснение отношений между Порошенко и Исаакашвили, между Тимошенко и Исаакашвили, между представителями крупного бизнеса и между крупным бизнесом и властью. И, в общем, вся Украина, большая часть населения с точки зрения информационной увлечена из-за бесконечного и неисчерпаемого хаоса. Что касается пресс-конференции Сергея Лаврова, есть уже некоторые моменты, которые он озвучил, например, он сказал о том, что Россия начинает судебные процедуры по вопросу захвата США российской ДИП-собственности. И вот буквально новость последних дней площадь у посольства России в Вашингтоне назвали в честь Бориса Немцова. Россия прокомментировала, что они готовы принять любое решение. Главное, чтобы это только не носило какой-то провокационный характер. На Ваш взгляд, какие цели преследуются или просто было выбрано имя Бориса Немцова и все? Я вообще полагаю, что в тех условиях, когда решается вопрос о ДИП-собственности, когда достаточно сложные отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки, есть ряд противоречий, которые нужно разрешать. Называть именем российско-оппозиционного политика еще и улицу, на которой находятся объекты российской, которые являются российской дип-собственностью. Такой момент противоречий, но это явная спекуляция. И, в общем, это не очень хорошо с американской стороны по отношению к памяти Бориса Немцова. Если они хотят действительно увековечить память этого политика, то уж, наверное, это надо делать, не спекулируя его именем и не используя его всеиминутных политических интересов. Найдите какую-то другую улицу в Вашингтоне, уважаемые господа, или в Нью-Йорке. Вот проспект большой. Назовите кем хотите. Хотите Борису Немцову, пожалуйста. Никто не против. Даже приятно, что они уважают память нашего политика оппозиционного. Но зачем же использовать память о человеке, еще не так давно умершем, еще живую, вот таких вот спекулятивных, всеиминутных, для решения спекулятивных всеиминутных задач. В свою очередь депутат ЛДПР Михаил Дегтярев предложил переименовать улицу у посольства США в Москве в североамериканский тупик, дом номер один. Вот такая вот ответная реакция. Я думаю, что остроумная реакция. Что именно не оппозиционным американским политиком мы назовем эту улицу, а просто себя американским тупиком. Обозначил проблему. И снижает градус провокации, кстати. Не будем отвечать провокации на провокации, а просто улыбнемся. Да, ну вот он объяснил, что предлагает переименовать улицу в честь навязчивой внешней политики США. Ну, вот так вот обозначил. Что касается вообще США, вот мы с вами посмотрели пресс-подход, где Владимир Вольфович проанализировал, прокомментировал заявление Трампа относительно КНДР. Дональд Трамп сказал, что у него неплохие отношения с Ким Чен Ыном, и скорее всего, конечно, вас это удивит. Это его прямые слова. Вот почему вдруг он стал так лестно, если можно так сказать, отзываться о северокорейском лидере? Ведь совсем недавно, и мы тоже с вами обсуждали в этой студии, что он его называл и «человек-ракета», и там другие разные выражения придумывал. Он называл его «человек-ракета», еще говорил, что у него кнопка больше, чем кнопка Ким Чен Ына. И вообще, если не значит речь идет о ядерной кнопке, вообще непонятно. Ну да, любезностями обменивались. О какой кнопке идет речь. Но, правда, при этом он как-то тут заявил, что Ким Чен Ын вообще хороший парень, он хочет с ним подружиться. Но, правда, потом советники Трампа поправили Трампа и сказали, что Трамп, конечно, пошутил, что если что, следующий Ким Чен Ын вообще-то плохой парень. Но Трамп пошутил, что он хороший. Но, если серьезно, то наступил такой момент, когда вроде бы Северная Корея и Южная Корея нашли возможность вести переговоры между собой. То есть это Олимпиада, которая пройдет в Пьенчхане, способствовала? Олимпиада поспособствовала. Ну, еще и то, что, конечно, уже градус напряжения достиг апогеи. Они ведь находятся не за многие тысячи километров, как в США. Они граничат друг с другом. И, в общем, сейчас, при сегодняшнем сельском вооружении, войны никто не хочет. Тем более большой войны. Тем более с использованием оружия и массового поражения, тем более ядерного оружия. Поэтому Трампу теперь ничего не остается, как перетягивать одеяло на себя и намекать таким образом, что раз Ким Чиным не такой уж плохой, то это он как-то из-под воли, вот никто не знает. Но каким-то виртуальным образом он с ним связался, вроде как, получается. Он об этом не говорит, но из того, что он не плохой, следует, что, возможно, он с ним как-то и общался, ну где-то как-то виртуально, и договорился. И даже, может быть, он его и подбил, теперь вести переговоры с Южной Кореей. Но как вы считаете, на Дональда Трампа повлиял Конгресс? Почему вот он так резко поменялся даже в своих высказываниях? Нет, на Дональда Трампа повлияло просто то, что совершенно неожиданно, судя по всему, для него Южная и Северная Кореи сели за стол переговоров. А раз они сели за стол переговоров, то уже исчезла, собственно, причина говорить о необходимости военного вмешательства в ситуацию в Северной Корее. То есть это ему может даже плюсов добавить? Он хочет превратить это в свой плюс, но превратить это в плюс невозможно, но тогда он хочет хотя бы, он думает так, наверное, ну так можно предположить, в плюс превратить это сложно, но хотя бы обнулить, чтобы это не было минусом. Но, тем не менее, КНДР поддерживает полигон в готовности к ядерному испытанию. Как вы считаете, как себя будет вести Ким Чен Ин в отношении даже вот ядерного арсенала? Вообще, ядерная проблема КНДР как была, так и есть, так она и остается. Эта проблема серьезная, и она нуждается вообще в разруливании, в регулировании. Здесь, безусловно, без взаимодействия России и Китая и Соединенных Штатов Америки не обойтись. Но безудержное давление такое, которое осуществлял Трамп в последние полгода, оно, конечно, не приведет ни к каким позитивным результатам. Здесь нужен стол переговоров, здесь нужна высокая дипломатия, и здесь должны работать специалисты, а уже потом включатся первые лица государства. Тут еще давайте обратим внимание Северной Кореи, что Трамп вообще не давал возможности работать американской дипломатикой Северной Кореи. Он решал все вопросы сам. Он вообще узорпировал тему Северной Кореи, и она для него в протяжении нескольких месяцев была основной, поскольку по всем другим вопросам он был, видимо, парализован и истеблишментом американским, и конгрессом. Вот он выбрал себе это направление Северной Кореи и пытался здесь все очень жестко порешать. Но получилось все как-то, в общем, не так, как он предполагал. И жесткое давление США не привело к тому, что Северная Корея не пошла на уступки США, а Северная Корея стала искать альтернативные пути, то есть поиск взаимодействия с Южной Кореей. Евгений Алексеевич, у нас остается буквально с вами минута до конца, но хотелось бы получить тоже от вас какой-то комментарий, как же все-таки будет развиваться на ваш взгляд отношения России и США, и сможем ли мы выйти из североамериканского тупика? В общем, надежда, что выход из североамериканского тупика, она сохраняется. Сохраняется она потому, что мы знаем опыт предшествующих и десятилетий, и столетий, и периоды напряженности, периоды взаимонепонимания сменялись перезагрузкой. И, возможно, смягчение произойдет, но теперь уже точно на тех условиях, когда Россия будет равноправным партнером. Евгений Алексеевич, я благодарю вас за интересную беседу. В эфире была программа «Молния». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова